Добрый день, друзья! На нашем телеканале пришло время спортивных новостей в эфире программы Овертайм. 20 и 21 мая в бассейне Дворца спорта проходил 4-й открытый чемпионат физкультурно-спортивного комплекса Северского трубного завода по плаванию в категории Мастерс. В соревнованиях по традиции принимают участие ветераны, то есть спортсмены в возрасте от 25 лет и старше. После череды детских и юношеских соревнований по плаванию, проходивших в бассейне Дворца спорта физкультурно-спортивного комплекса Северского трубного завода, взрослые пловцы дождались своей очереди. Настало время для ежегодного турнира в категории Мастерс. Программа соревнований от прошлых лет не отличалась. Спортсменам предстояло соревноваться на дистанциях 50 и 100 метров всеми способами, а также на 100 и 200 метрах комплексным плаванием. Основное отличие – это численность и география участников. Соревнования растут как в количественном, так и в качественном эквиваленте. В прошлом году было 106 пловцов, в этом уже 152. Всего 28 ветеранских клубов плавания из 15 городов четырех регионов – Алтайского и Пермского краев, а также Челябинской и Свердловской областей. Ограничений нет практически от 25 до 90, но у нас заканчивается 80 годами, это возрастная группа – 75-79. Полевской представляло 14 спортсменов. Конечно, хотелось бы больше, но пока только это количество пловцов изъявляет желание отстаивать честь своего города на данных соревнованиях. Не можем никак назвать, созвать. Вода у нас есть, у нас единственный бассейн компании ТМК. Приезжали когда-то ТМКовцы сюда на соревнования, очень радовались тому, что удивлялись, ностальжировали, можно сказать, потому что вот у нас есть, а у них уже этого ничего нету. А у нас-то хорошо, чисто и красиво. В бассейне Дворца спорта физкультурно-спортивного комплекса Северского трубного завода в прямом и переносном смысле было жарко. Вода практически закипала от накала борьбы во время заплывов. Многие из участников не впервые в Полевском. На соревнованиях бывали еще в юношеском возрасте. Теперь же они в восторге от тех условий, которые созданы на спортивном объекте физкультурно-спортивного комплекса Северского трубного завода. Также отмечали необходимость проведения подобных турниров и как можно чаще. Очень важны для популяризации этого вида спорта. Дети смотрят на нас и тоже идут, занимаются, выступают, продолжают спортивный образ жизни. Поэтому мы как пример. Хорошие условия, хороший бассейн. Поэтому надеемся хорошо выступить. Приятная компания, все друг друга знают, знакомые. Хотя уже я закончила лично плавать 10 лет назад. Но так встретиться, пообщаться, ну и посоревноваться тоже в принципе приятно. Евгений Каймов из Екатеринбурга регулярно принимает участие в подобных мастерских соревнованиях по плаванию. Но в Полевском соревновался впервые. Да вообще класс, нормально, бассейн хороший, настроение замечательное. Да вообще все хорошо. Город у вас такой, вы быстро все нашли, нас встретили хорошо, не напряженно. Мне нравится. Говорит, что данные соревнования дают ему очень многое. Во-первых, это всегда, ты знаешь свой уровень, сравниваешь с другими. И самое главное, самая лучшая тренировка, это соревнования. А ты хочешь, не хочешь, а ты себя поддерживаешь. Даже если ты не думаешь об этом, но ты знаешь, что у тебя соперники там плавают. И ты все равно каждое утро встаешь, идешь в бассейн, занимаешься. То есть это вот, и никуда не денешься от этого. И уже как норма. В итоге больше всех медалей завоевал Екатеринбургский Урал 46, 19 золотых, 15 серебряных и 12 бронзовых. Но Новоуральский Кедр хоть и набрал в общей сложности на одну медаль меньше, зато количество золота в их активе больше на целых 10. За счет этого в турнирной таблице они смогли обойти Свердловчан. Полевской штурм, завоевав 29 медалей, 5 золотых, 17 серебряных и 7 бронзовых, расположился на 8 месте итоговой табели о рангах. В личном зачете главным мультимедалистом стал екатеринбурженец Денис Кужман, завоевавший 6 медалей и все высшего достоинства. Лучшим из полевчан стал Айдар Халиулин. В его активе 3 золота и 1 серебро. 20 мая в стенах спортсооружений Полевского в южной части на Хохряково 39А прошел традиционный спортивный праздник фитнеса «Аэробный джем-2017». Спортивный зал спорткомплекса был заполнен до отказа, а фитнес-инструкторы снова радовали зрителей своими танцами. Праздник фитнеса под названием «Аэробный джем» за более чем 15-летнюю историю проведения стал традиционным в Полевском и успел полюбиться зрителям. Ежегодно на джеме собираются те, кто ведет здоровый образ жизни, ценит гармонию и красоту, занимается различными видами фитнеса. Отличительная черта данного фитнес-марафона в том, что здесь выступления групп показательные, без соперничества, а возраст участников от 5 лет до 50 и старше. Волнение всегда присутствует немножко. Это у любого артиста, это вполне нормальное явление. Но оно не мешает, по крайней мере, волнение. Главным отличием нынешнего джема стала смена места проведения. Если до этого на протяжении многих лет фестиваль фитнеса проходил в стенах Дворца спорта физкультурно-спортивного комплекса Северского трубного завода, то в этот раз его решили провести в спорткомплексе Южной части. Первый раз, конечно, чувство такое волнительное. Ну, я думаю, что мы справимся. Очень приятно, что даже в Южной части начали проводить, потому что в Южной части тоже хотят, наверное, видеть эту красоту, не хотят в наш северский ехать. В программе праздника были представлены самые зрелищные и полюбившиеся зрителям фитнес-направления Полевского. Шесть фитнес-инструкторов подготовили нас у зрителей танцы своих групп, дабы в очередной раз зажечь на аэробном джеме. Восточные танцы давно покорили сердца полевчан. И каждый год инструкторы, представляющие это направление, придумывают что-то новое и необычное, дабы подогреть интерес у зрителей. Восток, он очень обширный, и в этот раз есть такие древние танцы, которые очень редко показываются. Вот именно этот танец у нас есть. А еще есть Восток в стиле танго. Вот, то есть микс или меженцы, как сейчас говорят. В этот раз мы представляем несколько новые направления. Это смешение разных стилей танца. Посмотрим, что получится. После выступления групп по традиции состоялся фитнес-марафон, принять участие в котором мог любой желающий. Аэробный джен 2017, как это водится, пролетел на одном дыхании. Теперь у фитнес-инструкторов есть еще один год, чтобы подготовить новую программу и в следующем мае удивить зрителей новыми танцами. Три дня, 20, 24 и 27 мая, на лыжной базе физкультурно-спортивного комплекса Северского трубного завода проводился турнир по баскетболу среди старших школьников, посвященный 45-летию Дворца спорта. Главный судья баскетбольного турнира среди старших школьников Александр Тихонов вспомнил, как 45 лет назад проходило открытие Дворца спорта физкультурно-спортивного комплекса Северского трубного завода. Значит, когда Дворец спорта открывался, значит, я в то время сам играл, да, мы играли, открывали со сборной города Первоуральска. Это проходило в Дворце спорта, но народу было страшное количество. Турнир завершал баскетбольный год. Впереди у баскетболистов небольшие каникулы, а с августа-сентября уже берет старт новый сезон. Этот год получился для иных полицких баскетболистов очень насыщенным и отрадно, что есть успехи достойные гордости. Приехали, вот сейчас играли в кантрид-школе четвертым годом, стали вторыми, ну, при, так сказать, судействе, в общем, предвзятом. Ну, ничего, в общем-то, для нас нормально второе место, в общем-то, это заявили о себе сейчас, уже начали, так сказать, с нами, ну и считаются. Отметим, что если пару лет назад возникали проблемы с проведением первенства города по баскетболу среди старших школьников, ввиду отсутствия заявок от команд, то теперь ситуация нормализовалась, хотя не все так гладко, как хотелось бы. Кэсбаскет провели, значит, они самостоятельно провели, но без нашего участия, во-первых, нет должных залов. Это беда номер один. В школах нет стандартного зала, должна же быть площадка 28 на 15, даже, ну, если говорить, Максим, откровенно, в детско-спортивной школе нет, наверное, оба баскетбольного мяча. О чем мы можем говорить, о каком развитии? Или, допустим, гимнастика. У нас нет ни брусьев, мы считаем, что это можно на улице, нет ни гимнастического коня. Они приходят, вот, учим бегать и так далее, и так далее. Всего же в юбилейном турнире приняли участие 8 сборных. 6 команд представляли городские школы, по одной физкультурно-спортивный комплекс и многофункциональный техникум имени Назарова. После жеребьевки определились четвертьфинальные пары. Первые игры проходили на вылет, победители которых проходили в так называемый финал четырех, где по круговой системе определялись победитель и призеры. Сборная физкультурно-спортивного комплекса Северского трубного завода, хоть и была представлена игроками на 3-4 года младше остальных, но была в числе фаворитов, как и ученики школы номер 4 и лицея номер 21 «Эрудит». Кстати, этим двум коллективам предстояло играть между собой уже на первой стадии плей-офф. В итоге, одержав победы в своих парах, в финал четырех шагнули команды школ номер 13, 14 и 17, а также сборная физкультурно-спортивного комплекса. А там уже в упорной борьбе, играя по круговой системе, первое место смогли завоевать ребята из 14-й школы, оставив за плечами сборную ФСК, а также коллективы 13-й и 17-й образовательных учреждений. Новую порцию спортивных новостей смотрите на нашем канале ровно через неделю. А пока новости и не только спортивные, вы всегда можете узнать на наших сайтах channel11.ru и bajopal.rf. На этом у меня на сегодня все. Продолжайте смотреть овертайм, болейте за наших, занимайтесь спортом. Увидимся через неделю. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok